Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии находятся представители школьного самоуправления гимназии номер 7, а точнее президент школьного самоуправления Игорь Саулин, координатор школьного самоуправления Анна Сошкина и руководитель проекта школьного самоуправления Кирилл Мартышечкин. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, ребята. Рада вас видеть в нашей студии. Игорь, ты являешься не только президентом в своей школе, ты еще и районное научное объединение «Лев» возглавляешь. Обо всем этом поговорим, о вашей работе, о ваших проектах. Кирилл, вот все-таки вы как руководитель, конечно, вы не принимаете решения, решения принимает президент и ребята. Да, то есть все-таки школьное самоуправление на то, но и школьное самоуправление, что управляют всем процессом дети, старшеклассники. Все-таки какая обязанность на вас возлагается, как руководитель этого проекта, как учителя истории гимназии номер 7? В первую очередь моя обязанность здесь заключается не сколько в принятии решений, а сколько в гражданском воспитании, сколько в том, чтобы дать молодежи правильные ориентиры, по которым они в будущем уже сами будут работать и сами, как я уже говорю, принимать решения. Если мы вспомним, то вы знаете, что в нашем законодательстве прописано положение о дееспособности. Мы можем дать какое-то направление, мы можем дать определенные идеи, но решить за человека, принять, контролировать его разум, мы не в силах. И поэтому все, что от нас требуется, это дать ему какое-то направление, дать ориентиры, дать знания об истории, о гражданской позиции и, конечно же, о законах и правовой системе государства. А вот все-таки на сколько школьное самоуправление имеет место быть в школах, насколько оно действительно полезно и помогает, в первую очередь, руководству школы? Я думаю, именно для этого создан этот орган. Да, но в гораздо большей степени это полезно, сколько не руководству школы, а сколько самим детям, потому что оно приучает их к представлению о своих правах и обязанностях, оно приучает их к тому, чтобы они имели ответственность не только перед взрослыми, но еще и перед самими собой и, конечно же, перед своими близкими. Оно позволяет нам дать стране поколение граждан, не просто какой-то абстрактной общности людей, а именно граждан, как я уже сказал, наделенных правами и обязанностей и способными не только их выполнять просто послушно, а самостоятельно принимать решения. Потому что наша основная идея, конечно же, это построение гражданского общества, это способности людей самостоятельно реализовывать свою жизнь, свои мечты, свои идеи и, конечно же, не забывать о том, что они живут среди себе подобных. Игорь, ну расскажи, какие основные функции выполняешь ты, как президент школьного самоуправления и что возложено на твои плечи и плечи твоих помощников? Ну, моя обязанность может быть на несколько пунктов. Первое – это связь с учениками. Я являюсь своего рода сведущим звеном между учениками и администрацией школы. То есть, если у ребят есть какие-то свои идеи, свои мысли, может быть, очень даже полезно такое бывает, мысли о конференциях, о проектах, я сообщу их координатору администрации школы. Второй момент – это у меня и у руководителя нашего отдела об информационных связях мы являемся представителями школы. То бишь, многие административные предприятия, которые связаны с представлением школы, с участием школы, мы у них тоже участвуем. Мы помогаем найти ребят, которые будут навыками, ведь многие люди стесняются управлять свои способности и навыки на публике. И мы помогаем найти таких людей, помогаем им, скажем так, определиться с собой, помогаем им раскрыться. Треть момент – это обсуждение всех парламентских решений, которые выходят в нашем школьном парламенте, в школьном самоуправлении. Все решения так или иначе проходят через меня и выношу их на обсуждение именно я. Потому что не все люди, скажем так, хотят вносить свои решения, часто стесняются, и в этом случае я им помогаю. А все-таки что за решения, с чем приходят парламентеры, что обсуждаете, что волнует сегодня школьников? Ну, во-первых, много вопросов по обучению. Некоторые ребята хотят, к примеру, провести какую-то лекцию. У ребят будут свои проекты, которые они считают недостаточно хорошо оцененными. И вот, к примеру, были проекты по экологии, по окружающей среде, по техническим наукам, которые бы они хотели донести от других ребят. Они считали, что эти проекты полезны, но сами пойти по классам они, разумеется, не могут. И в таком случае они обратились ко мне, и мы с ними с вашей школой показали эти проекты другим ребятам. Они были оценены и даже являются полезными, как я могу сказать. Такие же проекты были по биологии, к примеру. Или вот опять-таки, говоря о проблемах экологии, когда мы очищали, вот недавно был субботник, который использовал два этапа. Один был чисто наш, который мы, скажем так, подготовили. Второй официальный, уже сам субботник. И вот первый субботник проходил с помощью нашей деятельности, то бишь наши ученики там помогали. Второй момент. Наши ученики, к примеру, часто являются каким-то, скажем так, предложением по поводу административной деятельности. То бишь говорят, что, допустим, какой-то человек по связи с общественной деятельностью один не справляется, и необходимо к нему добавить второго человека. Вот так было недавно опять-таки с информацией. Мы к нему добавили помощника, который бы помогал ему в его деятельности. Сколько у тебя помощников? Кто входит в парламент? Скажем так, официально у меня один помощник, это вице-президент. Но помимо этого мне помогает координатор парламента, помогает руководитель некоторых наших отделов, таких как отделы по труду и трудоспособности, отделы по информации, отделы по культурной деятельности и досугу, отделы по общественности и по всякого рода работам. Они тоже мне все помогают. Также мне помогает школьный секретарь, в обязанности которого входит записывать всякие процессы, происходящие на школьных заседаниях, которые происходят один раз в день недели. Или же чаще по мере надобности. Ты являешься президентом уже не первый год. Сейчас ты заканчиваешь 11 класс, соответственно, ты поступаешь в ВУЗ, покидаешь свою родную и любимую гимназию. Ты уже готовишь преемника. И как это будет происходить? То есть, я так понимаю, должность все-таки президента выборная. Конечно, вы совершенно правильно понимаете. И когда я выходил в президент, к сожалению, эта вся тема была не очень хорошо развита, но некоторые выборы были. Сейчас мы это положение усовершенствовали с помощью Кирилла Петровича и других учителей нашей школы. Это положение стало более твердым, стало более основательным. И в этом году выборы будут, скажем так, самые что-нибудь настоящие. Потому что ребята должны понимать, что школа – это свой рода макет той социальной жизни, в которую они впадут после выхода из нее. И выборы – это, скажем так, часть этой жизни. Поэтому выборы будут официальные, негласные. То бишь, будет тайное голосование, скажем так. Никто не будет знать, за кого он голосует. Что касается преемника, конечно, есть ребята, которые бы я хотел, чтобы они были президентами. Я вижу в них потенциал, ответственность. Но заставить их в этом деле я не могу. Это чисто их выбор. Я могу лишь посоветовать им. И к тому же я не могу сказать другим ребятам, чтобы они не шли на этот пост. Они тоже могут быть кандидатами. Если наберут соответствующее количество голосов, смогут стать президентом школы. Кирилл, много ли желающих поучаствовать в выборах? Есть ли у вас политические партии? Уж тогда на то пошло. Если есть президент, есть выборы, есть парламент. Может быть, есть какая-то оппозиция? Вот как в этом смысле строится? Или все тихо, гладко и прекрасно? Я бы сказал, что у нас организация политична в целом, от начала и до конца. Если оппозиция или, наоборот, какая-то правящая партия, я бы не сказал. Это для нас... Просто сейчас настолько политика интересна, и все в нее погружены с ног до головы, начиная от самого младшего, наверное, уже школьного возраста, благодаря и соцсетям, и вообще интернету, и телевизорам, СМИ. То, конечно, ну вот как у вас? Простор в вашей гимназии это все осуществляется? Все-таки я бы сказал, что здесь нельзя это, конечно, сравнивать с политическим выбором. Это скорее выбор определенного набора действий кандидатов, которые могут предложить свое видение будущей школы и роли школьников в ней. Но, возможно, будут какие-то дебаты, трибунок. Само собой, конечно. Должно же быть какое-то представление кандидатов, да? Да, да, совершенно верно. Как-то все будет происходить. Будем собирать школьников, а в том зале кандидаты будут представлять свою кандидатуру, рассказывать себе, они будут даже писать свою роду программу, что они хотят изменить, какие они хотят направления внести. Потому что я знаю, что некоторые ребята хотят еще одно направление внести. Они считают, что недостаточно, что, как они говорят, мы не совсем справляемся. Хотя, по-моему, они уже, скажем так, до нас докапываются. Но это же второстепенные моменты, и что касается политических партий, то как-то они пока даже не нужны. Потому что политические партии очень часто вызывают некий дисбаланс. Вы знаете, как я вам скажу, здесь дело не в партиях, а дело скорее в одном человеке, и в том, сможет ли он обладать авторитетом среди остальных. Потому что основная проблема в школе, на мой взгляд, это сейчас слабая инициативность со стороны молодежи. Все-таки те люди, которые активные, они принимают какие-то решения, а главное то, что их решения, они значат много не только для них, а еще и для всех окружающих. Это, пожалуй, единицы. Я думаю, что у нас уже есть несколько кандидатов, но с процедурой выборов ее от начала и до конца не проводят дети. В ней так или иначе участвуют взрослые. Потому что у нас есть все-таки центральный избирательный комитет, у нас есть положение о выборах, у нас есть критерии, за счет которых мы выбираем кандидата, и потом в будущем право выбора будет предоставлено детям. То есть этот кандидат, он не может быть школьным хулиганом, он не может быть просто каким-то обаятельным, всеми любимым неформальным лидером, скорее я так скажу. Но от начала и до конца право будет, конечно, предоставляться детям. Но нельзя забывать о том, что абсолютно так же, как и в нашем государстве, у нас существует центральный избирательный комитет, наделенный своими полномочиями. А он состоит не только из детей, но еще и из взрослых. То есть будут бюллетени? Конечно. Ну как будет происходить? Будут прозрачные урны. Мне просто очень-очень интересно, как у вас все будет проходить. И, кстати, когда запланированы выборы? Ну как раз на май. На конец мая, когда я буду уходить. Мы думаем, что это как-то будет сейчас, наверное, с последним звонком. Это будет, я думаю, несколько дней до него. Хотя сама программа о выборах начнется еще раньше. Я думаю, это будет уже число 15 мая, чтобы школьники уже понимали, за кого они голосуют. Действительно, совершенно правы. Будут своего рода урны, которые будут стоять. И ученики будут сами подходить, писать имя кандидата, за которого они, и кидать вот... Игорь, вот все-таки тебе в должности президента остается совсем-совсем мало времени. Что хочется именно тебе успеть сделать? И вот с каким чувством ты будешь покидать свой пост? Ну что-то, конечно, будет радостное. Потому что я буду понимать, что так или иначе, во всемном вышел с этого поста. Да, потому что школа не вечна, школа – это лишь этап нашего жизненного пути. А все же они не могут быть президентом. Поэтому я буду радоваться и надеяться, что кандидат будет хороший. Мы это приемлемо. Ну почему ты не можешь? Ты потом вполне себе можешь окончить вуз. Не, ну школьным президентом. Да, школьным, конечно, нет. Школьным не можешь. В будущем, конечно, да. То есть тебе бы хотелось бы? Ну, может быть, и да. В чем для тебя польза твоего опыта бесценного в должности президента школьного самоуправления? Чему ты научился за эти годы? Ну, конечно, я научился координировать деятельность людей, разговаривать с ними, понимать их потребности, понимать их нужды, чего они хотят. Иногда люди, скажем так, увалируют какие-то свои идеи, свои мысли. Это тоже всему я научился все это разгадывать в какой-то степени. Конечно, еще многому нужно научиться, многое нужно понять, потому что человек – это существо сложное. Но уже некий шаг сделан, и я уверен, что я буду совершенствовать свои навыки в будущем, буду стремиться к этому, буду стремиться понимать, узнавать что-то. Да и плюс мне, я понял очень важную вещь, что один человек, вот как я, допустим, я был, по сути дела, простым учеником, а сейчас уже президент. И я уверен, что подобные такие скачки, они возможны везде. Просто нужно трудиться, стараться, с честью исполнять свой долг и обязанности. Я так понимаю, Анечка, ты практически правая рука президента школы номер 7. Расскажи о том, что делаешь ты, что входит в твой круг обязанностей. Ну, я координирую парламент, действия парламента, помогаю организовывать разные мероприятия, конференции, собрания, тот же субботник. Оповещаю педагогов, учеников о разных событиях, мероприятиях. С возникновением в 7-й гимназии школьного самоуправления, насколько сознательность учеников повысилась и интерес к жизни школы, культурной, спортивной, социальной жизни, да? Вот тот же субботник относится. Кирилл. Вы знаете, я думаю, что не на много, но возрос. Дело в том, что эту работу необходимо проводить ежегодно, ежемесячно, потому что все-таки надо понимать то, что в условиях подросткового возраста развитие идет настолько стремительно, то что ребенок, он забывает о окружающем, он слишком сосредоточен на себе. Конечно, с ведением школьного самоуправления, что и говорить, умение детей понимать о том, что они находятся среди себе подобных людей, оно возрастает. Но в то же время нельзя сказать то, что оно выросло радикально. То есть, это работа, которая должна продолжаться долгие-долгие годы. И при том, что самое важное, нам самим необходимо, как старшим, а именно детям 10-11 класса, следить за младшиками, следить за самыми маленькими. У нас разнообразные конкурсы, нам дают предложения, и из этих предложений мы выбираем, что мы будем проводить. Конечно, несмотря на то, что у нас в парламенте официально участвуют дети с 7-го по 11-й класс, но у нас есть много очень исследованных ребят из 5-х классов, из 6-х классов. И, естественно, извергать мы их не можем. И они являются неформальными членами, да, они присутствуют на заседаниях, но без права голоса, без каких бы то ни было прав. Но, тем не менее, они участвуют инициативно, и поэтому и помощь нам помогает. Они очень часто подбирают людей, говоря, что, допустим, в таком классе есть такой человек, который бы хотел поучаствовать в мероприятии, но, к несчастью, к примеру, он стесняется. Или просто, ну, скажем так, считает, что он не сможет справиться со своей ролью. И мы помогаем ему себя раскрыть, как-то вставим в это мероприятие, смотрим на него. И очень часто его страхи бывают даже неоправданными. Вы знаете, самое важное, пожалуй, что я здесь хотел сказать, у нас есть институт школьных вожатых. К сожалению, у нас нет здесь его непосредственного руководителя. Это Ирина Владиславовна Чистухина, которая работает, которая является классным руководителем одного из классов младшей школы. Но она заботится о том, что старшеклассники будут следить за младшей школой. Потому что вы, наверное, представляете, то, что психологически и социально тот возраст, в котором они находятся, он, пожалуй, наиболее опасен. То, что дети в этом возрасте, их сложно назвать сознательными. И старшие ребята, начиная как раз с 5-6 классов, вот в чем функция заключается детей возраста 11-13 лет, школьного самоуправления, и то, что они являются вожатыми. В чем смысл вожатых? Для того, чтобы не допустить каких-то курьезов, каких-то случаев. То, что вы знаете, как маленькие дети бегают. Мы, конечно, следим, как можем, но дети нам в этом помогают. Это, пожалуй, самое важное достижение самоуправления в этом году. Это, конечно же, институт вожатых. Потому что количество, так скажем, количество каких-то происшествий, у нас и до этого их было немного, оно снизилось до минимума. Даже сейчас редко можно найти ребенка маленького с синяком. Все-таки надо сказать, что дети 5-6 классов, они выполняют свою функцию. Нельзя так сказать, что они сидели без права голоса. У них свои задачи. И я хочу сказать, что меня очень часто удивляет. И как учителя, и как руководителя самоуправления, меня удивляют некоторые 5-ти классники и 6-ти классники. Их способность грамотно строить речи, способность мыслить на несколько лет вперед. Для меня это стало открытием. В том числе, наверное, участие в подобных организациях это еще больше развивает. То есть как в структуре вожатых, так и в парламенте школы. То есть это дает и знание, и, наверное, толчок, и возможность идти вперед, двигаться как-то дальше. Конечно. Ведь давно известно, что наши, скажем так, коммуникативные навыки, не напрямую связаны с нашими интеллектуальными способностями, что, скажем так, в 60% случаев, даже в 70%, дети с более радой этой речью обычно более производят в учебе, чем дети с не радой этой речью. И действия на всяких организациях надо волей-неволей развивать эти навыки. А волей-неволей вы начинаете обратно себе какую-то ответственность, потому что вожатые, как вы понимаете, начальных классов много по определению. Если на каждый, допустим, класс, первый, второй, четвертый, уже по три буковки приходится в среднем. И, конечно, мы уже привлекли и пятые классы там. И ребята как раз вот уже даже стали открывать новые таланты там, которые до этого были неизвестны. У кого-то уже, скажем так, такие задатки к математике, ну, скажем так, феноменальные, которые были в школе незамечены. По школьной программе он не очень хорошо орудует, а вот всякие задачи с подвохом, олимпиадные задачи он уже лишает хорошего для своего возраста. И, скажем так, дали пометочку его учителю, что так оно и так. И он уже развивает этот талант, смотрит на ребенка по-другому. Все-таки какие задачи вы видите и, может быть, пути развития школьного самоуправления седьмой гимназии? Что дальше? Вот есть создана школа вожатых, да, и она эффективно работает. Ребята создали департаменты, которые тоже отлично работают и все справляются. Что дальше? Все равно все же не стоит на месте, все должно развиваться, куда-то двигаться вперед. Но, тем не менее, я был бы реалистом, далеко идущих планов не строил. Потому что наша важная задача – это работать ежедневно, это работать все время над такой вещью, как сознательность, которая должна быть у всех. И сейчас надо сказать, что уровень возраст, но все равно, на мой взгляд, он недостаточен. И он еще долгое время не будет достаточен. Потому что такие понятия, как гражданское общество, такие понятия, все-таки, как способность людей принимать решения, они – это, как я вам уже говорил, вопрос не одного года. То есть нам, прежде всего, надо работать над детьми внутренне, чтобы они сами осознавали свое будущее, что человек сам хозяин своей судьбы, и никто за него, ни один взрослый, не может принять решение, взрослый может направить. Даже если вспомнить последние федеральные государственные образовательные стандарты, роль учителя у них немного меняется. Учитель дает направление, а уже ребенок, он сам постигает науку, естественно, при активной помощи учителя, но ребенок сам учится выполнять свои задачи. Вот из-за развития, которое я вижу на следующий год, это, конечно, проведение игр предметных. Игорь, ну а ты видишь, вот какое развитие. Ты уйдешь, но я думаю, что обязательно будешь приезжать в гости. Конечно. Интересоваться, поддерживать связь и с учителями, и с директором, и, конечно же, со своими друзьями. Вот ты видишь, какое дальнейшее развитие? Ну, пока что не могу смело также загадать, Виктор Петрович, он тоже говорит, что он не может, и я не могу загадывать. Действительно так, мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, что будет в будущем. Пока что мы будем развивать наши направления, у нас много направлений, творческих направлений, даже вот театр об английском, ну, на английском языке. Я о нем не сказал, но он тоже есть, он тоже функционирует, и, ребятам, нравится, потому что, согласитесь, интересно познавать английский язык не только на учебниках, на некой практике. Подобные направления все в технических науках, ребята стали больше заниматься, стали больше пройдя время в таких направлениях. Подобные все в литературе, потому что намного больше ребят стали заниматься практическими работами по литературе. Такие направления будут развиваться дальше. Плюс, конечно же, это работа каждый день, что называется. Сейчас есть заседания, сейчас есть экстренные заседания по каким-то особо важным вопросам. Сейчас есть это все, есть и работа. Но работа, я считаю, что должна идти дальше, идти больше. Потому что не совсем зачем мы еще справляемся в сферу того, что мы еще не совсем опытные. Нам всего 7 лет, уже 8 лет, всего 7 лет. Я уверен, что дальше это все будет развиваться, получать новые обороты, старшие будут учить младших, и я думаю, мы добьемся уже более значительных результатов. В других школах Одинцовского района тоже существуют подобные организации. Вы как-то поддерживаете друг с другом связь, общаетесь, встречаетесь на общих каких-то мероприятиях? Конечно, как мы уже упоминали, Лев, организация «Легче, если вместе». Там регулярно у них проходят съезды, раз в месяц стабильно. И вот там как раз представители многих школ, других, очень часто президенты школ, вице-президенты, если не президенты. И там мы обсуждаем, что и как, у кого какие школы, у некоторых есть свои проблемы. У некоторых есть проблемы с реализацией этой программы. У кого-то, наоборот, сидят очень-очень хорошо, у них там ответственность уже, знаете, позаидовать даже можно тому, как люди в этом участвуют. И, конечно, мы все это обсуждаем, меняемся неким опытом, который пытаемся поставить у себя в школе. Не всегда получается, но иногда и происходит очень даже хороший результат. У вас предстоит важное событие в жизни вашего школьного самоуправления – это выборы нового президента. Поэтому я вам желаю, чтобы твой преемник, Игорь, был не менее искусным оратором, не менее искусным управленцем. И школьное самоуправление гимназии номер 7 продолжало развиваться столь… Хоть, Кирилл, вы все время меня останавливали, но я позволю себе сказать это столь же стремительно. Потому что за 8 лет сделано очень-очень многое. И об этом говорят и результаты, и победы, и проекты, которые существуют, реализовываются в вашей школе. Поэтому спасибо вам огромное, что вы нашли время. Пришли сегодня к нам в студию. Игорь, я тебе желаю поступления и на тот факультет, который ты выбрал, в тот вуз, который ты выбрал. И ни на минуту не сомневаюсь, что у тебя все обязательно получится. Ну а Аня, я думаю, также поможет новому президенту осуществлять все самые смелые идеи и мечты. Спасибо вам огромное. Спасибо. Будем стараться. Спасибо.